Прошуте представить Вашему вниманию пресс-конференцию, посвященную Международному генералу и гранту. И с датом первого года реализации проекта в поддержке Республики Беларусь решила проблем нерегулярной миграции и защиты прав человека в веземе крупных грантов. Прошуте представить участников пресс-конференции глава делегации Европейского союза Республики Беларусь, госпожа Майра Мура, заместитель постоянного представителя программы развития ООН в Республике Беларусь, госпожа Екатерина Паниклова, начальник управления Международного сотрудничества Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, основной координатор проекта АМБИЛ Сергей Игнатович, глава представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь, господин Зейнал Даджи. Перед началом работы довести информацию, касающуюся обстановки миграции в Республике Беларусь. В частности, хочу сказать, что неопределение независимости Республика Беларусь столкнулось, конечно, с проблемами миграции, которые раньше были неизвестны, и наша страна не имела опыта в таких вопросах. И я скажу так, что именно европейские коллеги первыми откликнулись и оказали помощь для того, чтобы Республика Беларусь могла активно и эффективно справляться с этими вопросами. В результате деятельности Роман пограничной службы по охране государственной границы за 11 месяцев этого года было задержано 546 нарушителей государственной границы, из которых 282 незаконные транзитные мигранты. За нарушение пограничного законодательства задержано 6077 иностранных граждан, граждан, лиц, которые пытались или не умиревались нарушить границу, и в частности являлись потенциальными незаконными транзитными мигрантами. По сути дела, за нарушение законодательства по правовому положению стран и граждан или без гражданства на территории Республики Беларусь было задержано 6,5 тысяч иностранных граждан, которые нарушали правила пребывания. Это значительный пласт именно профилактической работы. На сегодняшний момент задержано 16 организаторов и 2 пособника незаконной транзитной миграции через Республику Беларусь. Последние тенденции говорят о том, что потоки, которые выявляются именно непосредственно на границе, они сокращаются, но сокращаются не за счет того, что стало меньше попыток преодолеть государственную границу, а в связи с тем, что Республика Беларусь, получив опыт, в том числе и европейский, противодействие незаконной транзитной миграции, смогла обеспечить очень сильный профилактический эффект. В данном случае мы можем говорить, что ежегодно порядка 25 тысяч иностранных граждан привлекаются к ответственности за нарушение правил въезда, пребывания на территории Республики Беларусь и транзита через территорию Республики Беларусь. Фактически те сотни, которые выявляются уже на границе, это те, кто, по сути дела, смог преодолеть этот профилактический барьер. На сегодняшний момент мы можем говорить о том, что профилактика и опыт работы с миграционными потоками, приобретенный в рамках различных программ, в том числе и международной технической помощи, с различными международными организациями и структурами Евросоюза, помогают нам эту задачу решать в общих интересах. Продолжая порядок работы пресс-конференции, я хотел бы предоставить слово господину Сергею Янатовичу как национального координатора проекта «Анбел». Уважаемый госпожа посол, уважаемые дамы и господа, коллеги, позвольте поприветствовать вас на нашем сегодняшнем мероприятии, которое посвящено результатам первого года совместной работы в рамках проекта «Поддержка Республики Беларусь в решении проблем регулярной миграции и защиты прав человека уязвимых групп миграторов». Данный проект является логическим продолжением многолетней и благотворной работы, проводимой Государственным пограничным комитетом совместно с Европейским Союзом и программой развития ООН, управлением Верховного комиссара по делам беженцев и Международной организацией по миграции. В настоящее время ситуация, о которой говорил Александр Тещенко, и ситуация на наших границах подтверждает необходимость проведения тех мероприятий, которые запланированы и проводятся в нашем проекте и в рамках других мероприятий, проводимых государством совместно с нашими партнерами. Одним из значимых результатов нашего проекта, который функционирует уже год, он стартовал в декабре 2013 года, практически это ровно год, как мы совместно работаем в рамках реализации мероприятий нашего проекта, можно уже подвести некоторые промежуточные итоги, много сделано, в частности начата работа и продвигается работа по реконструкции зданий учебного корпуса на территории Сморгонского лечебного центра, который находится в структуре института пограничной службы. Проведены ряд семинаров для сотрудников Государственного пограничного комитета с привлечением международных экспертов. Мы создали две рабочие группы, одна рабочая группа по направлению подготовки и работы с кадрами, вторая по психологической поддержке Государственного пограничного комитета. В рамках работы этих групп провели четыре экспертных оценки по два мероприятия в рамках каждой группы. Нам удалось организовать в этом году образовательный визит в Словению с целями изучения подходов в стране Евросоюза по данному направлению, ну и немаловажно в рамках этого проекта в этом году начаты курсы английского языка для сотрудников Государственного пограничного комитета, что тоже немаловажно в рамках общей подготовки и сотрудников Государственного пограничного комитета и дальнейшей работой этих сотрудников по выполнению своих непосредственных задач. Весь опыт, который мы получили в рамках выполнения этих мероприятий с привлечением экспертов в этом направлении, конечно является неоценимым для Госпограмм комитета и используется как в процессе реализации нашего проекта, так и будет использоваться в дальнейшем в повседневной деятельности. Хотелось бы отметить, что за этот год персонал, который обеспечивает реализацию мероприятий проекта, показал свой профессионализм, готовность решать поставленные перед ним задачи качественно и, что немаловажно, необходимые сроки. Поэтому хочу выразить слова благодарности, это как бы небольшое такое промежуточное подведение итогов первого года нашей совместной работы, слова благодарности персоналу проекта, нашим партнерам. Конечно, у нас еще много чего, много что надо сделать еще у нас впереди. Наш проект будет реализовываться весь 2015-2016 год, поэтому основные мероприятия у нас еще впереди, но то, что мы сделали уже сегодня, то, что какие результаты мы достигли сейчас, оно показывает на то, что успех определен. То есть все-таки мы должны добиться своего успеха, этого успеха. И здесь, конечно, нельзя не отметить большой вклад и помощь Европейского Союза и программы развития ООН, которые оказывают в рамках выполнения мероприятий нашего проекта. В заключении хотел бы сказать, что мы всегда открыты для дальнейшей работы. будем считать, что этот проект удачно начал свою реализацию, старт был удачный, но всегда готовы к развитию отношений и по другим направлениям. Прошу тебе предоставить слово госпоже Майра Мура. Пожалуйста. Спасибо. Я очень рада участвовать сегодня на этой конференции, которая обозначает такой важный шаг, следующий шаг в осуществлении программы «Амбелл». Это уже вы видели на картине, это и создание нового тренировочного центра в Смаргоне. Я хочу выразить благодарность представителям служб и организаций, которые присутствуют здесь сегодня. Это и ПРООН, это Международная организация миграции, представительство, высокопредставительство по делам беженцев объединенных наций, и, конечно, Госпограмм комитету, который мы, Европейский Союз, установили долгосрочное, то у нас есть долгое, долгосрочное партнерство, которое длится уже 15-20 лет последних. Это партнерство базируется на высокой оценке профессионализма пограничников, но также и на продолжительной финансовой поддержке со стороны Европейского Союза тем службам Республики Беларусь, которая работает на государственной границе. В настоящее время Европейский Союз выделяет более 4 миллионов евро для проектов, которые поддерживает Госпограмм комитет, это программы СОРКОП и Амбел, и более 15 миллионов проектов, которые относятся к цели работы Госгосударственной таможенной службы. Это, например, Принекс, реконструкция пограничного пункта, контрольно-пропускного пункта на Песчатке, на Белорусско-Польской границе и другие проекты. Вдобавок к этому, Европейский Союз с 2001 года выдал больше, чем 57 миллионов евро, поддержал более, чем 57 миллионов евро, более, чем 20 национальных, то есть чисто белорусских проектов сотрудничества только на такие двусторонние. Там не считают, в эту цифру не входят региональные проекты, которые финансируются с других источников, с других программ Европейского Союза. И Европейский Союз, конечно, будет продолжать поддерживать Беларусь в этой особой сфере поддержки. Главным образом через трансграничные программы сотрудничества, тристоронние, это Беларусь, Польша, Украина и Беларусь, Литва, Латвия. Также и через Плагманскую инициативу Восточного партнерства по интеграционному управлению границей. Дискуссии, обсуждения будущего финансирования этих двух программ еще не закончились. И мы получили предложение как от Госпогранкомитета, так и от Государственного таможенного комитета. И у нас будет больше ясности по этим заявкам, по этим проектам где-то в начале следующего года. Вы можете задать вопрос, почему мы финансируем эти проекты. Ответ очень простой, потому что мы думаем, что это идет на благо как Беларуси, так и Европейскому Союзу. С одной стороны, мы действительно очень серьезно озабочены контрабандой сигарет и незаконной миграцией. К сожалению, объем этих двух проблем за последние месяцы не уменьшился. С другой стороны, когда мы помогаем повысить потенциал на белорусских контрольно-пропускных пунктах, Европейский Союз помогает сократить время для транзита через границу. Это нечто такое, которое помогает, способствует туризму, законной торговле и контактами между людьми. Я хочу еще пару слов сказать про Амбел, бюджет, который мы, Европейский Союз, ассигнировали 1,7 миллиона евро. Это 80% всего бюджета этой программы. Когда ПРООН обратилась к нам с предложением финансировать эту программу Амбел, то, что нам нравилось, был фокус этой программы на профессиональные навыки белорусских пограничников и идея сопрячь, соединить эту работу пограничников с работой негосударственных организаций. То есть Амбел поддерживает модернизацию системы обучения пограничников путем реконструкции тренировочного центра в Сморгоне. И проект также поддерживает службу психологической поддержки Госпогранкомитета и способствует улучшению навыков и капацитета работы с мигрантами. И, в-третьих, проект поддерживает негосударственные организации, которые работают с жертвами, торговлями людьми, с людьми, которые пострадают от этих нелегальных действий. Я хочу подчеркнуть, что в основе нашего подхода это спалансированный подход к управлению государственной границей, что эти границы должны объединять людей, соседей, не разъединять их. И в этом контексте, в последнюю очередь, я хочу упомянуть, что продолжающиеся переговоры между Европейским Союзом и Беларусью об обращении визовых процедур и реадмиссий будут очень важным, когда они закончат, будут очень важным таком достижением в улучшении отношений между Европейским Союзом и Беларусью. Я благодарю всех коллег, которые у вас интересны. И спасибо за внимание. Спасибо. Доброе утро, уважаемая госпожа Парселоп, уважаемый господин глава МОН, господин Игнатович, дамы и господа, позвольте программу развития ООН поприделствовать вас сегодня. Сегодняшняя пресс-конференция совпала с интересной датой, и мы специально, наверное, даже проводим ее в сегодняшний день, так как в 1990 году, 18 декабря, Организация Объединенных Наций приняла Международную конвенцию по защите прав мигрантов, также рабочих мигрантов и членов их семей. И 4 декабря в 2000 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 декабря как Международный день мигрантов. Мы являемся программой развития Организации Объединенных Наций, но мигранты для нас остаются такой же важной социальной значимой группой, уязвимой группой, которая должна быть принятой во внимание, если страна желает и хочет быть в группе развитых и устойчивых стран. Поэтому сегодняшний проект, который был представлен, он направлен именно на эти цели. И для нас наш подход предполагает, что мы сфокусируемся только на одном ключевом принципе. Это подход к развитию, который основан на правах человека. Подход предполагает, что мы в данном проекте работаем как с теми, кто должен обеспечивать права человека. Это государственные службы, и это в частности Государственный пограничный комитет, который сейчас мы уже слышали, подвергается процессу трансформации, переходя из войскового режима работы в более правоохранительную структуру. И с теми, кто является носителем права человека. Это люди, обычные граждане и уязвимые группы, такие как мигранты. Естественно, для них в данном проекте наша цель и внимание – это создание эффективной системы, оказания оперативной медицинской, юридической, социальной и другой помощи. И здесь, как сказала госпожа посол, очень важно соблюсти такой сбалансированный подход. Мы очень поддерживаем такую идею, такое видение, потому что, с одной стороны, это охрана границ, а с другой стороны, это граждане, которые пресекают границу, соседние государства, которые находятся в мирном сосуществовании друг с другом. Конечно, в проекте есть три цели, вы видели их все на видео. Очень важная цель первая – это построение потенциала по границам, и совершенствование системы набора, обучения персонала в соответствии с принятыми в Европейском Союзе международными практиками и стандартами. Следует отметить, что эксперты Европейского Союза, приезжая, делясь своей практикой, естественно, дают не только аспекты Европейского Союза, но и говорят о международных принципах. Для нас это также очень важно. Второе – это решение вопросов по улучшению организационного и технического потенциала службы психологической поддержки. И вопрос всегда задается – зачем? Для чего комитет, госпограмм комитет и служба психологической поддержки? Однако, если посмотреть на весь процесс эграции, о том, не только с каким настроением сами путешественники проходят через подранслужбу, но и какое количество людей проходит через границу, и как профессионально должны пограничники не только проверять этих людей, но еще и защищать свою границу с одной стороны, то, естественно, психологическая поддержка становится необходимой. А профессионально она должна оказываться на профессиональном уровне, и, естественно, соблюдение прав человека и соблюдение принципов психологии тоже должно присутствовать. И третий компонент, который очень важен, потому что мы можем представлять партнерство с Верховным Комиссариатом по беженцам и с нашим хорошим партнером международной организацией по миграции, это внедрение процедур по подпрощению и реагированию на случаи торговых людьми, сексуального и гендерного насилия в отношении мигрантов, а также по предоставлению правовой и социальной помощи жертвам. Но мои коллеги будут об этом говорить. Я хотела лишь отметить, что в нашей работе, правонаработает в Республике Голосе уже 23 года, мы всегда ищем партнерство. Возможно решить какую-либо проблему только одной организации или одному правительству. Мне кажется, что здесь в проекте довольно амбициозные, но очень реалистичные цели с одной стороны. И Госпограмм, Государственный пограничный комитет является такой замечательным партнером и предоставляет площадку, где все мы можем предоставить свои международные практики и содействовать укреплению как границ, так и практики пограничной службы. Хочу сказать, что проект будет длиться до 2016 года. Мы надеемся, что такие пресс-конференции об отчетах и результатах проекта будут происходить каждый год. И на следующий год мы услышим еще о более интересных результатах. И надеемся, что мы будем продолжать такое тесное сотрудничество. Еще раз хочу поблагодарить Европейский Союз за не только финансовую поддержку, но и за техническую поддержку. Мы предоставляем очень замечательных экспертов, делаем обучающие поездки, и знакомимся с международными практиками, и стараемся, чтобы это было частью той стратегии устойчивого развития, которая также представляет программу развития ООН, как наша правительственная ООНовская организация. И хотела поблагодарить наших партнеров по проекту МКБ, ООН и Международную организацию по миграции за тесную координацию в исполнении проекта. Естественно, государственный пограничный комитет прошу вас, спасибо за то, что вы всегда работаете очень тесно, и у нас никогда не возникает никаких вопросов ни по планированию, ни по исполнению самих мероприятий. Надеюсь, 2015 год принесет нам еще большую успеху. Большое спасибо. 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 Слово предоставляется господин Леджиеву. Благодарю вас. Уважаемый госпожа посол, уважаемый госпожа Алькова, господин Нитенген, Дамы и господа, позвольте мне от имени Международной организации по миграции тоже вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии, которое проходит в очень важный, значимый для нас, для Международной организации по миграции день, именно день мигранта, о котором Екатерина уже говорила. Поскольку выступающие выступления передо мной дали подробную информацию о проекте, я не буду подробно останавливаться на этом, лишь позвольте себе в такой важный день, день мигрантов, немножко расширить эту тематику и немножко подробно остановиться на проблемах миграции в целом. Миграция всегда была неотъемлемой частью человеческой истории. Она сыграла существенную роль и оказала значительное влияние на динамику численности и формирование структуры населения многих стран мира. И сегодня миграция очень актуальна, находится на верхнем верху приоритетных задач, решаемых многим странам мира и международным организациям. Как вы, наверное, все знаете, всплеск миграции начался в прошлом веке, был всплеск, особенно после Второй мировой войны, и сопровождался после войны период с другими важными событиями, как распадом коронавиальной системы, что также было в выявлении, таким значительным обнаружением недостатков рабочих сил в одних местах, а ее избытком в других. А также в их развитии миграции внесло развитие транспортной системы, сообщения, развитие современной технологии. Расстояние перестало играть критическую роль, и в современном мире миграция тесно связана также и глобализацией. Этого явления не избежать, но можно научиться ее контролировать и извлекать пользу. На сегодняшний день во всем мире по оценкам мигрантов насчитывается свыше 232 миллионов человек. Если к этому еще добавить порядка 750 миллионов внутренних мигрантов, то получается, что почти 1 миллиард из 7 миллиардов населения Земли являются мигрантами. Это категория людей, которые должны действительно находиться в центре внимания. И сегодняшний день миграция это как феномен, как явление, это неизбежно. Миграция необходима и более того, она желательна. Наша организация, Международная организация миграции, которая была основана в 1951 году, является на сегодняшний день одним из ведущих межправительственных организаций в области миграции и тесно взаимодействует с правительствами, межправительственными и неправительственными организациями. Представительство нашей организации сегодня функционирует свыше 40 странах мира и пытаются помочь правительствам этих стран решать вопросы, связанные с иммиграцией. Наша задача – это содействовать гуманизации и упорядоченной миграции, процессам миграции ради всеобщего блага. Для решения своей задачи мы предоставляем экспертизу правительствам и самим мигрантам, и оказываем помощь. Наша деятельность направлена на упорядочение и гуманизацию этих миграционных потоков, развитие сотрудничества в этой сфере и оказание помощи в поиске практических решений проблем, а также предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней мигрантам, в том числе беженцам и жертвам торговли линии. Сотрудничество с нашей организацией и международными организациями в сфере миграции является одним из приоритетных направлений также внешней политики Республики Беларусь. Беларусь участвует в работе нашей организации с 1994 года, а с ноября 2005 года Беларусь является полноправным членом нашей организации. В последние годы расширилась проектная деятельность нашей организации в Беларуси. Сегодня мы уделяем особое внимание реализации проектов, направленных на противодействие торговли людьми, интегрированное управление границами, развитие трансграничного сотрудничества, усовершенствование национального законодательства в области миграции, а также оказывая непосредственную помощь нуждающимся в защите вязвимом категории мигранта. К сожалению, в миграции есть и негативная обратная сторона, и это связано с таким приступным, негативным явлением, как того, людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации, гендерным насилием, сексуальным насилием над нерегулярным миграцией, что часто происходит. Но есть еще и одна сторона, которая очень печальна, и в последние годы эта печальная статистика озвучивается на разных мероприятиях, этапах. Несмотря на все усиленные правления решать эту проблему, это количество мигрантов, которые прошаются жизнью, которые погибают, к сожалению, при попытке мигрировать нерегулярным способом. Так вот, если в прошлом году таково было зарегистрировано порядка 2400 человек, это в 2013 году статистика, в этом году эта статистика уже достигла почти 5000. И это, несмотря на усиление работы, даже больше внимания с обращаются и международные организации, и страны, принимающие мигрантов, эта проблема сегодня останется. И сегодня в этот день, важный день, не говорить об этом невозможно. По объемам, этот бизнес, чудовищный бизнес, который влекает торговля людьми, лишает человека из их свободы, и связан с нерегулярной миграцией, это бизнес, сопоставим сегодня с торговлей оружием и наркотиками. При этом самыми уязвимыми являются женщины и дети. Это одна из самых серьезных глобальных проблем современности и требует консолидированного решения, основанного на международном сотрудничестве, слаженных действиях государственных, правоохранительных органов и общественных организаций. Противодействие торговыми людьми и помощь нерегулярным мигрантам является одним из проектов направления деятельности нашей организации в Белоруссии. В том числе в рамках данного проекта мы благодарны за предоставленную такую возможность. Мы имеем возможность расширить нашу работу в этой сфере. За многие годы работы в данной сфере глобально наша организация накопила очень много опыта, и мы готовы с радостью делимся этим опытом в рамках данного проекта. В настоящее время при поддержке нашей организации реализуется ряд проектов, направленных на поддержку и укрепление потенциала Республики Беларусь в сфере производительства торговыми людьми и нерегулярной миграции, а также защиты прав человека вязвимых двух мигрантов. Примерно тоже могу сказать, что как в рамках не в этого проекта, а других проектов, мы оказываем также помощь тем мигрантам, которые желают добровольно возвращать свою родину. Так, в этом году мы могли помочь, оказать помощь 50 белорусам, которые вернулись добровольно из других стран, в основном европейских, на родину Беларусь, а также мы оказали содействие почти 160 мигрантам, граждан третьих стран возвращаться в свои родины. Это были граждане из Грузии, Вьетнама, Украины, Армении и других стран. И они получили возможность для безопасного возвращения на свою родину. При нашей поддержке еще в 2007 году совместно с МВД Республик Беларусь был открыт международный учебный центр, который сегодня служит таким центром экспертизы, центром тренинга не только для белорусских специалистов, национальных кадров, но и специалистов многих других стран. Этот центр регулярно становится платформой для проведения межправительственных диалогов по вопросам нерегулярной миграции и противодействия торговых людьми. Мы активно сотрудничаем как с государственным ведомством Республики Беларусь, такими как Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Государственный пограничный комитет, Следственный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство образования, Здравоохранения и так далее, а также представителями и представителями международных организаций Европейского Союза, агентством ООН, Республики Беларусь, программ развития ООН, ВКП ООН, а также мы сотрудничаем тесно с общественной организацией. Хотел бы привлечь особое внимание на то, что решение вопроса миграции требует партнерства, сотрудничества, и только СААПШа можно найти конструктивное решение этим вопросом и платформенно решать эти проблемы. В пользу случаем хочу благодарить еще раз наших партнеров и Европейской комиссии, и ПРООН, и ВКП ООН, а также наших партнеров, представителей правительства Республики Беларусь, Государственного программирования комитета за активное сотрудничество с нами. Благодарю за внимание. Мы с удовольствием, наше агентство ООН по делам беженцев с удовольствием принимает участие в этом проекте. Мы считаем и думаю, что это вполне обоснованное мнение, что данный проект является подтверждением комплексного видения ситуации и понимания того, что необходимо продолжать сотрудничество и продолжать развитие в этой сфере и отрадно осознавать то, что это комплексное видение есть как на стратегическом уровне, когда все заинтересованные агентства и организации понимают глобальных целей, которых необходимо достигнуть и на тактическом уровне, когда все знают, какие необходимо применить, использовать механизмы и практические действия для того, чтобы этих больших целей достигнуть. Также, думаю, не будет преувеличением сказать, что проект отражает существующий высокий уровень сотрудничества как по линии Европейского Союза Республики Беларусь, так и по линии всевозможных организаций, госорганов, представителей международных организаций и представителей неправительственных организаций. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что только используя все наши ресурсы, используя наш потенциал, финансовый, экспертный потенциал, мы сможем добиться ощутимых результатов, которые в конечном итоге будут полезны для конечных получателей помощи. В данном случае мы ведем речь как и о Республике Беларусь, как государстве, так и о мигрантах, на которых эта помощь направлена. Будучи специализированным агентством ООН, которое работает с вынужденными мигрантами, в том числе, в частности, ведется речь о лицах, ищущих убежища и тех, кто получил ту или иную форму защиты, мы рады осознавать то, что в проекте нашло отражение необходимость, элемент, который касается помощи наиболее уязвимым. Не секрет, что в силу своего географического положения Республика Беларусь является страной, через которую проходят активные миграционные потоки. И среди общего количества мигрантов есть те люди, которые нуждаются в предоставлении международной защиты, которые по разным причинам опасаются вернуться к себе на родину. И считаю, что в рамках реализации этого проекта и в силу тех результатов, которые как итог будут достигнуты, мы сможем еще более эффективно оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Как идентифицировать ту помощь, которую необходимо предоставить людям так и эффективно ее в последующем оказать. В завершение хочу выразить слова благодарности представителям Европейского Союза, нашим традиционным донорам по данному проекту, представителям агентств ООН, международной организации по миграции и, безусловно, представителям неправительственных организаций Государственному пограничному комитету, которые как на политическом уровне поддерживают этот проект и способствуют реализации, так и на экспертном уровне предлагают максимальные усилия для того, чтобы он эффективно осуществлялся. И, пользуясь случаем, поскольку мы все приближаемся к рождественским новогодним праздникам, безусловно, хотелось бы пожелать вам всего наилучшего в новом году и только самых хороших результатов как в проекте, в рамках проекта, так и в другой вашей деятельности в предстоящий год. Спасибо.